здравствуйте друзья у меня такой экскурс в прошлое сегодня спрашивают что такое интернет бум вот вы говорят часто апеллируйте так сказать к этому времени вот интернет бум а что это и там еще даже есть такая фраза вот что-то искал не нашел я испугался думаю боже неужели ничего нет при интернет бум и пошел поиск сделал в гугле и так вот но интернет это интернет а бум это ну и бум это бум значит б-о-о-м да бум через 2 но слава богу выскочила и прям в википедии я уже так с облегчением вздохнул единственно что там у него много разных названий там датком бум или там датком бабл там в общем есть много названий у этого времени это так относится более-менее к девяносто седьмому тире двухтысячному году и вроде бы я думаю так знаете как вчера было но если задуматься так сейчас вот ребят которым скажем 25 таким тогда было 10 лет наверное они не помнят в общем и так как-то мне стало так прикольно думаю надо же вроде вчера было а уже полно народ которые не помнят и для них как история такая я думаю расскажу историю а чё значит я как живой таскать свидетель да то что в википедии вы уж сами там прочитаете но в чем состоял бум дело в том что в таком процессе как вывод компании на биржу это называется выйти в паблик да то есть акции компании начинают продаваться на на бирже соответственно граждане могут купить инвестиционные фонды могут купить и так далее вот значит компания торгуется на бирже и были определенные критерии всегда то есть должен быть определенный уровень прибыльности компании и и так далее значит соответственно то есть не каждая компания могла выйти и торговаться на бирже и есть две биржи в соединенных штатах вы наверное знаете основных есть больше но основные две биржи значит это new york stack exchange и нас так и вот эти вот технологические компании как раз на нас таки и сейчас наступает такой почти исторический момент когда вы сами можете пойти и посмотреть вот сколько там нас так он приближается к пяти тысячам а вот как раз в момент вот этого бума нас так чуть-чуть перевалил за 5000 чуть-чуть перевалил и я боюсь соврать 5 5 0 28 вот вот такого плана что-то было и потом он обвалился когда вот этот бум лоб обвалился когда бабу пузырь лопнул я помню что доходило до 1250 вот такие примерно я тогда активно там сказать покупал их и продавал так мне такой фан был и так интересно было вот то есть я пытался на понижение на повышение метода бы очень интересно и значит я я помню это время пришли как раз в это время там какие-то ставки делал но можно как бы по-разному смотреть на вот этот интернет бум но но что произошло как бы в основе этого что лежит поскольку появились веб-технологии да и бы появился вот появились браузеры появились web applications появились компании которые зарабатывают на интернете соответственно ну они стали деньги собирать то есть были инвесторы которые ставили эти компании были инвесторы которые покупали их акции пришли какой компания выходит там в паблик это значит что вот допустим они скажем там на миллиард долларов продают акции их же купить кто-то должен перед тем как это все выйдет в паблик там увидел значительная часть акций же раскупается крупными инвесторами институционными инвесторами и значит должен кто-то быть кто купит вот это вот айпи ол и не шел паблик офферинг хотя не должны найдем обойти тех кто купит и соответственно если раньше например инвесторы вкладывали деньги в стартапы и но может быть один там из десяти как-то реально давал заработать то тут доходило до восьми до девяти стартапов которые давали заработать из десяти пойти и это был страшный бум то есть люди вкладывали деньги одного названия .com этого даткам да это было достаточно для того чтобы уже собирать деньги то есть это был как бы такой истерия что ли так можно назвать похожая ситуация была в свое время с компаниями которые электроникой занимались был бум электроники там за там 30 лет до этого и там вот они назывались троникс и вот и вот там чего-то там троник там линго троникс я не знаю чего то троник строник вот электроник до троник и вот тут тоже похожая была картина конечно не такого масштаба и вот значит такая массовая истерия что вот Вот все, что с даткомом, все несет много денег. И это таки вот вроде получалось. Но критерии оценки были другие. И появились экономические теории, которые обосновывали, почему надо вот так работать, а не так, как раньше работать. Вот эти фундаменталс экономические полностью, значит, там людям крыш снесло, а они как бы начали переписывать экономику. И идея была такая, что компания может выйти на initial public offering, с тем, что у нее есть то, что называется market share. Вот мы считаем, что продажа собачьей еды, ну и кошачьей, через интернет составит там через, не знаю, 5 лет вот там такие-то объемы. Поэтому вот эта компания, вот я помню там, pets.com, да, значит, она выходила, миллиард долларов собрали. Компания, все, что она делает, она собачью еду продает. Ну, аксессуары вот эти, вот полно магазинов на каждом углу стоят. Вот они это самое делают, но онлайн, да. Миллиард долларов initial public offering. Значит, почему? Потому что считается, что вот они уже тут, они уже какой-то market share имеют, и они через там несколько лет начнут давать прибыль. в силу того, что у них есть вот эта market share. То есть, если раньше компания выходила в паблик, когда у нее были деньги, которые можно было показать, что она зарабатывает, то сейчас стали давать деньги, вкладывать инвестиции в компании за то, что у них есть или там похоже, что будет некая market share, которая, глядишь, через какое-то время выразится в некоторой прибыли. И, естественно, денежная, так сказать, ну, философия все-таки строится на том, что вот есть что-то, что ты можешь взять в руки, понимаете. А тут вместо того, что можно взять в руки, появляется нечто, что, наверное, при определенных обстоятельствах, глядишь вот и даст деньги. И поэтому получалось, что они вкладывались, 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 неизвестно, что, когда, чего, а уже миллиарды идут. И, ну, в общем, да, очень много денег было из-за рубежа. Я помню, прочитал какую-то, где-то там пробежало, я не могу сослаться на источник, что в обвале интернет-бума там триллионов, несколько, не миллиардов, триллионов денег потеряли вот шейхи из, значит, нефтяных, да, регионов. А куда им девать деньги? Да вот у них есть деньги, и что с ними делать? Но можно, конечно, золотые слитки покупать, понимаете? А можно, вот они вкладывались в технологические компании, то есть было много еще иностранных денег. И, ну, то есть колоссальный процент, направленных на это денег, это были спекулятивные деньги, поэтому они вот как обломились, так и обломились. и я рассказывал как-то историю, что на какой-то там вечеринке познакомился с парнем, который был создателем компании Zip 2, Zip и двоечка, я не знаю, можете погуглить, наверное, про нее что-то пишут, и она тогда была довольно известной, но это уже было после обвала, и я ему там, и он говорит, вот я там такой-то, я говорю, ой, говорю, слушай, а ты хоть компанию продать успел, а уже все обвалилось, он говорит, успел, говорит он, там, а он ее за 2 миллиарда солью продал, и он, я говорю, ну молодец, говорю, и он мне так, говорит, better lucky than smart, да, то есть, лучше быть везучим, чем умным, вот, так что, он оказался очень везучим, но и не дурак тоже, конечно, вот, я работал в компании Broadvision, которая в 96-м году, в июле это было, 96-го года, вышла в паблик, я в это время там работал, это очень интересный процесс, работать в компании, который выходит в паблик, значит, они вышли по 7 долларов, причем, момент был неудачный, они хотели выйти по 12, собрать больше денег, но, так что-то там, неудачно на рынке была ситуация, но они решили, что все равно они будут выходить, не откладывать, выходим, и вышли по 7 долларов, и в 2000-м году, они были по 750 долларов, акции вот этой вот компании, они сейчас меньше одного доллара, это иллюстрация того, что, что происходило, это завихрение в мозгу, это все вокруг, вот мы ходим, вот эти вот, все эти люди, вот все эти компании, все эти здания вокруг, это все были компании, 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 значит, и вот, ой, господи, и с кем не поговоришь, там у него миллионы, знаете, там вот у него, у меня студенты все, они же все в технологических компаниях работают, смотри, он год поработал, там у него же там акции на миллион, и, ну, кто-то успел, значит, вовремя продать, там, что-то заработать, и купить, там что-то, кто-то, попадал, знаете, так вот, он продал, и можно продать, и сразу налог заплатить, а можно дожидаться конца года, когда вот уже, значит, все платят, и поскольку акции все время росли, то очень многие люди не хотели сразу налог платить, они говорили, пусть лучше вырастет, я уже потом заплачу, с выросшим, еще же я сейчас-то отдам то, чего растет, и в итоге, когда все это обвалилось, оказалось, что им уже продать нечего, то есть денег нет, цены нет, а налоги они все еще должны, и они должны налоги, может быть, за приличные, на приличные суммы, я знал людей, которые должны были налогов, там 800 тысяч, 500 тысяч, что они взяли там, денег купили дом за 2 миллиона, за 3 на кеш, там и так далее, то есть, это было некоторое сумасшествие, конечно, и сумасшествие это подогревалось, вот, рыночными операциями, и я думаю, что по большому счету, если мы говорим про ответственность, за то, что произошло, ответственность, конечно, в основном лежит на государственном, органах, которые регулируют биржевую деятельность, понимаете, обвалы и бумы на биржах, это не вчера началось, и вот, мы возвращаемся к временам Великой Депрессии, когда первый раз, вот так, такое произошло, чудовищное, значит, манипулирование рынком, когда вся страна была, не вообще так, в рецессии, а в депрессии, когда 30% населения не имели работы, жуть что творилось, и тогда впервые государство стало регулировать биржевую деятельность, я просто, поскольку, когда занимался страхованием, мне надо было получить лицензию, инвестиционную тоже, и я пока сдавал вот все это, мне пришлось начитаться, и как государство регулирует, поэтому, значит, то же самое, как и последний обвал, вот, кризис в 2008-2009 год, когда, значит, банковский кризис последний, да, это тоже государство, которое должно было регулировать, оно не регулировало, то есть они обязаны были регулировать, и они не регулированы, я помню, вот там мужика одного допрашивали в Конгрессе, и ему говорят, как же так, а он руководитель одного из, по-моему, Фанни Майя, крупнейший фонд, и ему говорят, как же так, ты же по статусу, по уставу не должен был покупать вот эти секьюрити, они опасные, он говорит, так все же покупали, понимаете, это человек, которому по должности положено было, значит, выполнять определенные обязанности, он их не выполнял, так вот, если бы государство не разрешало выводить на биржу компании, которые не создают никакой прибыли, не дают никакой прибыли, так ничего бы не было, не было бы бума, была бы обычная нормальная человеческая жизнь, но вот они там, значит, новую экономику себе завели, и создали вот эту вот фиговину, и в результате чего, как бы взлетело высоко, а знаете как, чем выше взлетел, тем сильнее падаешь, ну вот, вот это и произошло, но какой-то сухой остаток же остался, то есть, не то, что все обвалилось, все умерло и так далее, вот, так что мы плавно из этого кризиса перешли в то, что называлось веб 2.0, да, вот, и, а потом уже мобилки пошли, а потом уже вот все то, что вы видите в магазинах, или там в каталогах, так что, и кажется, уже, наверное, что это вообще такая история, что, знаете, как вот, как с дедушкой Лениным, но нет, вот я, дедушку Ленина я не видел, даже в мавзолее как-то не добрался, а вот это вы видел, и если вы так поговорите с ребятами, которые здесь жили, там, 15-20 лет назад, вам расскажут, у каждого, здесь вот, в Кремнии...